Жители деревни Огуднево, родители учеников местной школы номер 28, обратились в администрацию городского округа Щелково с просьбой отрегулировать в учебном заведении отопление. Глава округа Андрей Булгаков провел здесь выездное совещание, чтобы вместе со специалистами обсудить проблему и ее решение. Зданию школы почти 60 лет, капитального ремонта не было ни разу, и износ инженерных сетей очень высокий. Холоднее всего на первом этаже, ремонт отопительной системы требуется именно здесь, а смонтирована она под полом. В ходе совещания обсудили объем необходимых работ. Замена всех труб и радиаторов, и второй вариант уже с полами. То есть мы тем самым не только наведем порядок, проверим все, что касается коммуникации под полом, мы и пол приведем в порядок. Андрей Булгаков поставил задачу до конца февраля провести более детальное обследование и подготовить сметы на ремонт системы отопления. Глава также посетил школьную столовую и пищеблок. В рамках программы «Родительский контроль» взрослые могут попробовать школьные завтраки и оценить качество питания. У Андрея Булгакова никаких вопросов и нареканий не возникло. А вот подсобное помещение в пищеблоке нужно приводить в порядок. Да и не только его. Поэтому, по словам главы, администрация будет стараться включить школу номер 28 в программу капитального ремонта. Но программа максимум для огудневских школьников, родителей и учителей – это даже не капремонт, а расширение школьного здания. В последние годы в Огудневе значительно улучшилась демографическая ситуация. Сегодня в школе учатся более 350 человек. Пока в одну смену, но лимит наполняемости уже превышен. Об этом жители рассказали главе округа. Есть большое «но». У нас школа маленькая. Не хватает кабинетов. Просто я сама учитель или воспитатель здесь работаю. У меня ребенок ходит восьмой класс. До сих пор в коридоре. Надо понимать, что эти классы переполнены. Хотелось бы, чтобы нашу школу расширили, хотя бы какую-то пристройку сделали. Там есть возможность. Строительство дополнительного школьного корпуса или пристройки, по словам главы, решается через включение в госпрограмму. По пристройке просто это не дело ни одного года. Это нужно добиться, чтобы было финансирование, потом сделать проект, пройти экспертизу и все изыскательные работы по геодезии, по нормативам и т.д. и т.п. Я поэтому и приехал. Частично вопрос нехватки учебных помещений удалось решить в ходе выездного совещания. В качестве временной компромиссной меры под них отдадут полтора этажа здания Огодневского территориального подразделения. Здесь также находятся отделения МФЦ, руководство школы искусств и библиотека. После создания городского округа и реорганизации органов местного самоуправления, значительная часть кабинетов в административном здании пустует и опечатана. Теперь их передадут детям под дополнительные занятия музыкой, рисованием, декоративно-прикладным творчеством. А сейчас для доп. образования помещение рядом еще выделим, чтобы можно было доп. образование проводить не в тенах школы, а в администрации половина пустая и смысл такого хорошего здания, вот я сейчас был, нужно доп. занятия различные переводить туда.